Мы в эфире с тобой. Оля, привет. Привет. Рад снова тебя приветствовать на наших увлекательных эфирах. Я тоже, Валера. Сегодня я хочу начать с темы, которую мы затронули на прошлых стримах о неуверенности в себе. Так называемый синдром самозванца. Когда человек совершает определенные успехи в делах, появляется признание людей вокруг. Но он в свою очередь начинает думать, что все это ему достается незаслуженно. Как понять, что человек действительно достоин результатов, успехов в своей деятельности? Ну, во-первых, человек, который утверждает, что это незаслуженно, если у него все это есть, и если он утверждает, что это незаслуженно, Валера, этот человек кокетничает. На самом деле каждый человек, который что-то имеет в своей жизни, он знает, что это либо очень сильно заслуженно, либо по-другому быть не может. То есть, вы знаете, таких людей, которые вот что-то имели в своей жизни и потом приходили, например, на психоанализ Валеры и говорили, «Вы знаете, Ольга, у меня есть вот такая проблема, я совершенно не понимаю, как такое я, например, мог заслужить? Давайте, пожалуйста, с этой темой работать». Такого, Валера, не бывает. Поэтому, знаешь, я бы сказала о том, что самозванцами нам стоит назвать людей, которые являются лгунами. И тут мы с тобой очень красиво перейдем, так сказать, в новую веточку нашего повествования, потому что, Валера, мы же с тобой решили, что мы с тобой кочегарим наш психотерапевтический паровоз. У нас задачи очень серьёзные, у нас очень большие планы, грандиозные, я бы сказала. То есть, такие вещи, как, например, построить космический корабль и полететь на Луну, для нас уже это совершенно простое дело. У нас другие задачи. И я хочу тебе сказать, что в красивом, классическом, Валера, профессиональном психоанализе человек должен научиться лгать. Причём, этому навыку хороший психоаналитик учит. Причём, каждая женщина, мужчины нет. Мужчины – это люди такие, знаешь, правдивые. Это такие люди, Валера, которых очень легко обвести вокруг пальца, вокруг двух пальцев и так далее. То есть, сам Бог велел. А вот женщины, Валеры, должны научиться это делать. То есть, они должны научиться обводить вокруг пальца своих добропорядочных мужей. И вот, к большому сожалению, этому многие женщины не умеют, не склонны учиться, потому что Валера, когда рождается девочка, то такая, знаешь, очень добропорядочная мамочка, очень добропорядочная. Вот она сидит, Валера, у неё вот так вот всё, вот так, у неё семеро по лавкам. Она вся, значит, на границе контакта такая, знаешь, ну вот как будто бы и ничего. Вот так вот даже, Валер, и как будто бы и ничего. На самом деле, абсолютно несчастная женщина. Я таких женщин называю грустные люди. Вот. И вот такая грустная женщина, она воспитывает свою девочку и говорит про то, что нужно быть порядочной, нужно быть правдивой, нужно говорить только правду. А потом, Валера, понимаешь, ещё какое дело. А тут, вот, а тут книжечка, понимаешь, вот тебе про Ассоль книжечка. А у нас стоит Ассоль, стоит Ассоль, Валера. Платьица худенькая, дырочки все вот так вот заштопаны. У Ассоль ручки, понимаешь, золотые. И вот она вот всё это заштопала. Тапочки Валера у неё, ну вот совсем худенькие. Вот, ты знаешь, вот ещё чуть-чуть, и всё развалится у неё. Единственные, кстати говоря, тапочки у Ассоль. И вот эта Ассоль, Валера, вот она стоит с глазами. Знаешь, вот такая с глазами. И вот у неё душа, Валера, полная надежды. Надежды. И она идёт с распростёртыми объятиями. Она входит в эту воду. Вода-то солёная в море, ты понимаешь? Вот сейчас ещё чуть-чуть наступи, она вступи в эту воду, и тапочком её наступит что? Но они развалятся от солёной этой воды. Там на соплях всё держится. Но она входит, понимаешь, входит в эту воду. В этом худеньком платьице, Валера, вот по пояс, вот по пояс. Вся в воде, рученьки свои тоненькие, рученьки-берёзонечки, тянет к этому человеку, понимаешь, к человеку. А он, Валера, на корабле плывёт к ней. У него поза, всё. Он в позиции, у него одна нога вот так, другая нога вот так. У него, значит, флаг там развивается, у него там паруса. И вот она смотрит на эти алые паруса, и Валера понимает, что это он. А он, Валера, не будь дураком. А он, Валера, знаешь, как-то там примерно год назад, ну, предзаприметила соль. А она красивая. Валера, она очень красивая. Ну вот в этом отношении она получилась. Она красивая, но глупая и дура. То есть она дура, по-другому это не называется. У неё нет хитрости, нет женского ума, ничего вообще нет. Просто такая вот красивая дура. И вот она, понимаешь, увидела его. Ну и он увидел по глазам, что ну как-то так ничего, девчонка. Ну и с соседним своим в кабаке, ты понимаешь, в местном, прямо на пляже кабачок. И он говорит, слышите, мужики, не знаете вообще, что это за гёрла такая, прямо вот так. А ему мужики, Валера, говорят, ой, это Ассоль, Ассоль. Ой, да её все знают. У неё идея есть, что её принц приплывёт вот и на корабле будут алые паруса. Он всё понял. Он всё понял. Валера, у него были деньги, у него были деньги. Он быстренько купил алой ткани, ткани алого цвета. Быстренько ему нашили этих самых парусов, понимаешь. Всё это ему установили, натянули, всё. Но и он знал, он знал, в какой день, в какой час плыть косоль. Это она не знала, что её сейчас конкретно разводят. Ну, то есть, нет, ну, любой мужчина должен женщину разводить, а как он её ещё будет уговаривать, так сказать, пройти в опочивальне. Но она этого не знала, потому что её человеческая и женская дурость, она не позволяла, понимаешь, каким-то образом хотя бы включиться в эту историю. Ну, чем всё закончилось? Ну, Ассоль за него замуж вышла. Валера, она приходила ко мне на консультацию. Ассоль, ожирение, 25-й степени тяжести, семеро детей, абсолютнейшая неуверенность в себе, потеря вообще какого-либо достоинства и так далее. Вот мы психоанализом занимались, она и похудела, и пошла, отучилась, и институт закончила, и сейчас является профессионалом, ты понимаешь, кулинарного мастерства. А ведь до этого это же был какой-то кошмар. То есть я к тому, что вот этот момент… Знаешь, Валера, я тебе ещё хочу сказать такую тайну. Вот ко мне приходят женщины, и, например, их дочерям, ну, например, 13, 14, 12 лет. И эти женщины на психоанализе узнают, что надо своей дочечке на ушечко, Валера, вот так вот шепнуть. Например, ты застала, что у тебя дочка лжёт. Ну, зачем-то. И обычно мамы там ругают, знаешь, значит, прям берут метлу там этой метлой. А когда психоанализ проходит, то уже поступает по-другому. И доченька, например, лжёт, и мама застала за этим делом, и мама говорит. Милая, вот так потихонечку это важно, Валера. Всё очень хорошо. Вот так вот. Всё правильно, ты должна учиться лгать. Всё правильно. Всё, всё. И в этот момент в девочке зарождается Валера крайне важная уверенность в себе. Потому что, во-первых, все девочки лгут, все девочки сочиняют, придумывают, им надо как-то выжить, им нужно как-то научиться. Потому что если Валера девочка, женщина потом пойдёт в жизнь с голой правдой маткой, ну, это же всё, это же катастрофа. То есть мужчине женщина вообще не должна говорить, ну, я не знаю, может быть, где-то 60% того, что она знает, или того, что она делает, конечно же, мужчина не должен знать. Зачем это ему знать? Мужчине нужна куколка, хорошенькая, красивая, улыбается, моргает, кивает. Мужчина – это герой, ему нужны победы. Зачем ему вот эти проблемы, зачем ему вот эти вот сложности, зачем ему эти слёзы? Женщина ушла в комнату, Шопена включила, полчаса проплакала, похоронный марш закончился. Зачем вышла, всё хорошо, на психоанализ ходила, поговорила о том, о чём нужно поговорить. Всё, поняли, всё, избушечку на крюшечку закрыли, пошла в жизнь счастливая, красивая, глазами моргает. Муж радуется, понимаешь? Но если муж хороший, мы сейчас должны говорить про хорошего, достойного мужа, потому что Валера, если он недостойный, ну, это всё, так сказать, не стоит свеч. Оля, я правильно понимаю, что даже если девушка умная, образованная, то она в каких-то моментах должна показать себя глупой в отношении с мужем? Она не должна показать себя глупой, женщина должна играть, женщина должна быть очень-очень гибкой. Ты знаешь, Валера, вот, конечно, сейчас нас послушают, и вот феминистки, феминистки. Кстати говоря, ты знаешь, у мужчины феминистки появились? Я тебе серьёзно говорю, это заболевание серьёзное. Я видела феминисток в своей жизни, очень таких отважных, отъявленных, таких, знаешь, таких очень серьёзных феминисток. Но это вот просто рядом не стоит с теми феминистками, которые вот сейчас появляются на границе вообще нашего восприятия. Дело в том, что для того, чтобы быть настоящей феминисткой Валера, нужно очень много силы, нужно очень много смелости, много доблести. Нужно, Валера, смочь, ты понимаешь, вот вообще совершить то, что невозможно. То есть нужно отрастить, ты понимаешь, пенис. Но я тебе серьёзно говорю, ну ладно, вот смотришь на ребёночка, думаешь, господи, ну что это за чудо? Ну как я могла вот это чудо родить? Ну я же не могла и додуматься, что может быть такое чудо. Как я могла такое чудо создать? Так это, Валера, чего ты понимаешь? А вот когда женщина пенис отращивает, я не понимаю. Вот я врач, я знаю строение, знаю строение мужской и половой системы. Вот знаешь, очень хорошо, лучше, чем любой уролог. И на третьем курсе, Валера, когда я училась, тогда было распределение, мы уже были субординаторами, и, значит, была такая идея. Пожалуйста, выберите себе кафедру и выберите себе отделение, где вы хотели бы проходить, провести летние каникулы. Ну знаешь, вот кто где проводит летние каникулы? Кто, понимаешь, в Соединённых Штатах Америки, кто-то, допустим, на Ямайке, кто-то едет в Лондон, кто-то, Валера, например, едет к бабушке в деревню. А врач проводит летние каникулы в отделении Валера, которое ему нравится. Понимаешь, да, уже соединение несоединяемого. И я, Валера, выбираю какую кафедру? Ну, конечно же, кафедру урологии. И я выбираю отделение урологии. И я три месяца провела в урологии. Меня очень полюбили доктора, замечательные доктора. И я была свидетелем абсолютно всех оперативных вмешательств в отделении урологии. Я знаю, что такое эндоскопические хирургические вмешательства, я знаю, что такое открытые хирургические вмешательства. Я, Валера, научилась делать катетеризацию. Лучше всех. У меня, знаешь, только так катетеры ходунов ходили. Я все это умею делать. И я прекрасно речила, я помню, облепиховым маслом, когда ты производишь катетеризацию, ты должен вводить облепиховое масло, которое является очень хорошим, так сказать, прекрасным вообще, прекрасным лекарством. У меня, Валера, очень легкая рука. Я и уколы ставлю внутримышечные, ну просто, знаешь, звездно. То есть, ну, знаешь, я бы сказала так, что не то чтобы не больно, а очень приятно. Я ставлю прекрасно внутримышечные инъекции, я ставлю прекрасно внутривенно-капельно. То есть у меня очень легкая рука. И я изучила за три месяца, я изучила в хвост и в гриву виды, цвета, формы, их наполнение, все виды, все цвета, все формы. Я, Валера, знаю прекрасное строение. Так вот, я это все сейчас веду к тому, но мне же нужно как-то подтвердить тот момент, к которому я так иду долго. Валера, ты представляешь, и вот женщина, женщина, вот которая феминистка, она должна отрастить пенис, то есть она должна соблюсти все правила, и она должна, я, ну, вот пещеристые тела, например, это же чудо, ты понимаешь? Это же чудо. И вот эти пещеристые тела наполняются кровушкой. И все это, ну, это какой-то вообще, это космос. И вот женщина отращивает даже пещеристые тела, ты представляешь? Вот про это, конечно, никто не знает, еще никто не написал. Мы с Виктором Ивановичем первыми будем в нашей, так сказать, книге вообще по супервизии, по психоанализу. И вот Валера, вот феминистка, она отращивает пенис, она, Валера, становится очень сильной, и это женщина, которая не нуждается в мужчинах, и это Валера, ну, это действительно чудо. Но настоящих феминисток я видела единицы. Все остальное, это, знаешь, такие игрулечки, это такие, знаешь, сказочки. И вот самое важное, когда мы понимаем, что женщина, она обязана быть умной, она обязана быть хитрой, она обязана быть очень внимательной, и она должна быть мягкой и гибкой, потому что как только она начинает быть угловатой и жесткой, все, будут скандалы, это, понимаешь, все поперек, это вот те самые начальные элементы пещеристых тел. Ну, конечно, это недотела, недопещеристые тела, это вообще несерьезно. Но вот этот момент, и знаешь, например, приходит человек на психоанализ, ну, женщина, конечно, и вот мы обсуждаем, допустим, вот такую-то тему, и женщина говорит, вот так, да почему? Вот, знаешь, вот, да почему это я? Да что это вообще такое? А почему это он? Вот так, а я вот так. И вот тут мы подходим с тобой к самому важному моменту, который называется завистью к мужчинам. Абсолютно все женщины, Валера, завидуют мужчинам. Абсолютно все женщины до прихода на психоанализ завидуют своим мужьям. Ну, и как ты понимаешь, находясь, так сказать, во власти этого сильнейшего жгучего чувства, они своих мужчин уничтожают, они их, Валера, кастрируют. А поводов для этого найти можно миллион и маленькую тележку. Женщина становится очень злой. Вот если бы ты знал вот эти вот вещи, они такие, знаешь, центральные. Я его, гада, ненавижу. Я бы взяла бы, и что бы то, вот, я не знаю. Вы знаете, я чувствую к нему такую злость, такую ненависть. Вот это и есть, Валера, элементы проявления зависти к мужчинам. Я, если ты не против, я должна сказать, ну вот, по крайней мере, про одну важную причиночку. Понимаешь, чтобы вот у нас с тобой красиво было. И каждый вот… Валера, ты видел вот эту вот историю, когда минута на рассказ. Минута на рассказ. Вот в ТикТоке ты видел минуту на рассказ. Ты знаешь, мне кажется, вот Фройд, он бы просто это не выдержал. Вот если бы Фройда вот заставили бы или предложили, сказали, здравствуйте, уважаемый Дигмут Фройд, вы не могли бы вот в ТикТоке вот видео заснять? Знаешь, что он сказал? Он сказал бы, ребята, да я просто, я перестану быть психоаналитиком. Я одно видео на минуту сделаю. Если вы мне зададите вопрос, и я вам начну рассказывать за минуту, вы вообще убирайте у меня вот этот весь психоанализ. Вообще меня можете, собственно, убить. Потому что без психоанализа мне не жить, а вот это вообще не жить. Я не могу, я не понимаю. Я тебе серьезно говорю. Поэтому, Валера, я очень радуюсь, что у нас стримы. Можно развернуться. Мы вообще с тобой, я думаю, скоро будем уходить на 3-4 часа. Почему бы и нет? Я тебе причину хочу рассказать. Ты не против? Конечно, да. Очень интересно. Рассказываю. Дело в том, что у девочки, когда наступает момент ее первой менструации, наступает первая кровавая травма. Это самый грандиозный конфликт, я бы сказала, эль скандаль Валера в ее психической реальности. Ни одна из женщин, ни одна из женщин не может словом передать, насколько она страдает. Только женщина может почувствовать другую женщину. Кстати говоря, Валера, вот этот очень важный момент, я должна его сказать, может быть, даже первее, чем вообще все остальное. Женщина может понять только женщину. И я тебе хочу сказать, что менструация дана для того, чтобы понимать женщину. Без менструации, Валера, женщина понять другую женщину не сможет. Вообще, менструация – это чудо. Если посмотреть на ее процесс, если посмотреть на то, как происходит менструация, Валера, если посмотреть на фолликул, ты знаешь, я тебе… Ну вот мы в моей теме. Валера, я рыба. Ты можешь смотреть на рыбу, которая плавает в своей воде. Ты меня останавливай, когда надо. Но вот здесь не останавливай меня, пожалуйста. Здесь нельзя меня останавливать. Валера, вот ты когда смотришь на фолликулок, на фолликулочек, вот ты знаешь, вот многие женщины, вот у них в яичничках фолликулы. И вот они у меня ходят, значит, в яичничках фолликулы. Уже Бог просит, судьба просит, уже все просят. Но когда ребятеночек-то будет, когда зачатие. А у женщины ходят, в эпиэндре, вот ты знаешь, Валера, то кальеры, то еще что. Потом есть вот эта вот отдельная бригада женщин, называется чайлд-фишницы. Они себе понапридумывали, но это результат травмы. Понимаешь, травма очень большой. Результат травмы, что они никогда не хотят иметь детей. Но это ужас, самые несчастные женщины. Ну так вот, вот они у меня ходят, у них яичнички, маточка, фолликулы. И вот ты понимаешь, какое интересное дело, Валера. И вот когда, например, женщина еще 18, 19, 20, она вот еще не понимает, правда, понимают врачи. После того, как у нас была анатомия, потом урология, потом Валерочка началась акушерство и гинекология, кафедра. И я тоже никогда не забуду моего преподавателя. Валере моему преподавателю было 80 лет. Это была женщина, которая умудрилась сохранить лицо, она была очень интеллигентна, умна, она была очень энергична. И по ней было видно, что она не собирается умирать. А если она и умрет, то она понимает, что смерти нет, это будет просто переход. То есть я точно знаю, что она читала Фройда. Теперь я в этом не сомневаюсь. Валера, она стояла, и вот сидели все мы, студенты, и мы, молодые девчонки, и с нами наши парни, ребята. Вот мы все вместе, и она, Валера, стояла. Белый медицинский колпачок, красивый такой, знаешь, высокий, белый халат. Валера, она крахмаленный, белый-белый, вот такого белого цвета ты никогда не видел. Белое хирургическое белье, очень красивые туфельки. Ты знаешь, такие носочки тоненькие и очень-очень красивые опрятные туфельки, аккуратные ноготочки. И она, Валера, говорила так, сейчас, вот так. Менструация, вот это очень важно, она говорила так. Менструация, и вот так головочкой, это слезы матки по несостоявшейся беременности. И говорила девочки, каждая менструация, вот так вот головочкой, Валера, каждая менструация, это и есть ясный образ того, как матка плачет. И вы, ощущая все эти боли, ощущая переживания, ощущая изменения в своем темпоритме, в своем эмоциональном фоне, вы можете наконец-то понять глубину и боль, вот глубину боли матки, которая так и не смогла зачать ребенка. И вот так головочкой, ты представляешь? И я, Валера, это так важно, это очень красиво. Если бы про это говорили, ты понимаешь, если бы про это говорили, ну вот, Валерочка, говорим. И ты представляешь, я вот слушала, и тогда я думала, что происходит что-то очень важное. Валера, я действительно тогда думала, что происходит что-то очень важное. А когда я училась до института, я знала, что я поступлю в мед, я вообще всегда знала, кем я буду в медицинский университет. Я училась в лицее, в специализированном лицее, он был для избранных детей. И в этом лицее 9, 10, 11 класс, это был медицинский класс. Туда было поступить практически невозможно, но я туда поступила. Я там училась, и у нас, Валера, начиная с 9, 10, 11 класса, были так называемые лабораторные работы, у нас были очень большие дипломные работы. И эти дипломные работы были все связаны с медицинским учреждением. То есть я выбирала какую-то тему Валера и писала на эту тему работу. И у моей подружки, Ксюши, была мама, она была акушером-гинекологом, была заведующей кафедрой в том городе, где я училась в лицее. И Ксюша говорит, Оля, а вот у меня мама предлагает, давай вместе писать работу по акушерству и гинекологии. И я, Валера, выбрала тему. Я писала работу на тему абортов, микро- и макроабортов. То есть я исследовала, что происходит дома, что происходит после, симптомы, осложнения и так далее. И я, Валера, для того, чтобы написать эту работу, была, естественно, на непосредственных, так сказать, вмешательствах. И я была на 56 микроабортах и на 26 макроабортах. То есть у меня была вот такая вот группа женщин, которых я исследовала. И я тебе хочу сказать, что я тогда очень много что поняла для себя. Но у меня всегда была очень сильная психика, я всегда понимала, что мне это безумие интересно. И тогда я очень много поняла. То есть я поняла до такой степени много, что когда я училась в медицинском университете, на 6 курсе у нас была практика, мы принимали роды. И когда я принимала роды, я, Валера, знала, что если я не буду доктором-психотерапевтом, то я буду акушером-гинекологом. Я это знала. То есть я знала всегда, что у меня, вот понимаешь, вот лёгкая рука, у меня золотые руки, можно сказать. То есть я смогу дитя принять, вот принять как надо. То есть я это понимала. И вот так, и вот так вот с роженицами, с моими, я каждую помню по имени, я каждую помню, как она выглядит. То есть я всё, у меня всё это есть в памяти. У меня чего-то другого, понимаешь, нет, но вот это у меня есть в памяти. Я вот не всегда помню, допустим, название книг, там, Александра Пятигорского, ты понимаешь, а вот имена всех моих рожениц я помню. И вот этот важный момент, Валера, и тогда я понимала, когда нам говорила наша преподавательница об этом, что происходит что-то важное. Но когда, Валера, я стала психоаналитиком, и когда уже этот огромный опыт за плечами, понимаешь, и я врач, и врач и такой, и врач и сякой, и психоаналитик, и вот приходит ко мне женщина, Валера, и у них фолликулочки, фолликулочки, понимаешь, в яичниках, ждут своего часа. И вот она проходит, все свои гормональные спектрики сдаёт, а там идеально, а ей 40 лет, ты понимаешь. А она приходит, у неё психосоматоз, а я понимаю, что ей ребёночка родить надо, в этом вся причина. И она всё это исследует, и вот она уже идёт туда. И вот в этот момент она говорит, Оля, я прихожу в скрининг. Я говорю, правда, что это? Она говорит, вы знаете, скрининг это когда? Вот мы смотрим на девятый день, что происходит. Что там у нас в каком яичничке? Самый крупненький фолликул, например, левый. В левом хорошо, а потом на одиннадцатый день, Оля, он больше. А на тринадцатый день, Оля, он ещё больше. А доктор говорит, смотрит так серьёзно и говорит, ну, это хороший доктор. Ну, милая моя, наверное, завтра будет овуляция. Фолликул уже большой, 23 миллиметра. Уже ждёт, когда он будет у нас лопаться. И пойдёт у нас яйцеклеточка, так сказать, в свободном полёте полетит. И ты представляешь? И вот женщина говорит, и вот. А вот на пятнадцатый день, смотрим, Оля, А вот был шарик, был шарик Валера, фолликулочек был с шариком, пузатенький такой, знаешь, прям такой бутуз. А он, Валерочка, на пятнадцатый день, вот такой, знаешь, как такой прогнувшийся такой уже не бутуз, такой уже сдулся, потому что лопнул. Валера, это же чудо. Это самое настоящее чудо, когда ты понимаешь, что это происходит у женщины каждый месяц, а ближе к сороках или кулочков-то меньше, понимаешь, активных-то уже, то есть всё уже потихоньку у нас уменьшается. И смотришь, в левом там яичнички три, в правом четыре, но в левом там самые крупненькие, наверное, будем оттуда. Понимаешь? То есть какая-то начинается уже такая перспектива, какая-то история. Валера, и вот женщина, которая должна в своей жизни вот этот вот очень важный момент принять и признать, она сможет понять, что только будучи матерью, только будучи мамой Валера, только будучи мамой, она может познать своё счастье, потому что никогда она не победит этого мужчину с пенисом, с пенисом, и никогда Валера не отрастет этот пенис, понимаешь? И вся её вот эта вот угловатость, вот этот спор там, он сказал, она ему, он сказал, она ему в палку, в колесо, никогда Валера не принесёт никакого счастья. И вот этот момент, он очень центральный, он очень важный, потому что та женщина, которая признаёт вот это вот уважение, уважение к своей менструации, к своей женской жизни, которая будет отличаться от мужской жизни, от мужской судьбы Валеры, она будет хорошей мамой. И вот осознав это, ты понимаешь, вот уходит вот эта коса, вот потому что уже она не на камень, она идёт другое дело. Я тебе скажу так, я видела огромное количество поломанных судеб, женщин, которые рожают своих детей и так и не понимают, что вообще произошло, и они так и не осознают ценность происходящего. И видела Валера огромное количество судеб, когда человек после психоанализа понимал, какое чудо у неё есть в жизни, и как она бесконечно влюблена в это чудо. Это самые красивые, самые счастливые женщины. Вот такой ответ. Оля, тогда у меня появляется вопрос в продолжении этой темы. Сейчас очень много людей называют себя небинарными персонами. То есть люди не хотят относить себя к какому-либо гендеру. Да. Почему так происходит? Дело в том, Валера, что это определённая категория людей, и это люди, Валера, которые в основном такими делами занимаются девочки. Вот это очень важный момент. Я знаю все эти исследования, я кручусь-верчусь во всех этих сообществах. Я живу в библиотеке, вот никто не знает, где я живу, я живу в библиотеке. Вот если вы хотите меня найти, вечером, например, застать попить со мной чай, вы можете переходить в любую центральную библиотеку, значит, центрального города, вот желательно столицы какой-нибудь страны, и там я, вот я там с чаем, сижу, я там живу. И, значит, Валера, это девочки. А теперь рассказываю, почему это девочки. Дело в том, что девочка до 12 лет, вот я сейчас так скажу, Валера, вот девочка, вот мальчик, они вместе играют, всё. Вот у мальчик вот такие вот гениталии, вот такие гениталии. Но у девочки же тоже есть гениталии. Но у неё, Валера, понимаешь, у неё не пенис, у неё клиторочек. Но ты понимаешь, какое дело, но клиторочек и клиторочек, но тоже сгодится. Ну подумаешь, там разница, тут столько сантиметров, а тут вообще, так сказать, было бы вообще сколько миллиметров. Ну и ладно, ничего страшного. Девочки, знаешь, они как-то, ну и ладно, тра-та-та, тра-та-та, пойдёт. Но вот, Валера, до 12 лет, я тебе хочу сказать, многие девочки хотят стать мальчиками. Но как хотят? Они об этом фантазируют, они это представляют. Все девочки пытаются пописать стоя, обязательно. Все девочки хотят поисследовать, что это такое. Все девочки играют в игру, когда называют себя не с местоимения женского, а с местоимения мужского. Но понятно, что они про это не говорят, это такая тайна. Кто-то говорит, внимательная мама всегда это заметит, невнимательная, никогда это не заметит. Послушай, вот сейчас Ольгу Мак-Вильямс, скажите, слушайте, ну это какой-то я не знаю. Нет, ну вы вообще, вы такое, как вы смеете такое говорить, представляешь? Но весь психоанализ, это по сути запретная тема, запретная, может быть, вообще мелодия судьбы. Так вот, которая приводит к самой судьбе. Я ничего мелодичнее в своей жизни не слышала, Валера. Вот сейчас хочу на своем фортепиано, ты знаешь, хочу создать мелодию, психоаналитическую мелодию судьбы. Хочу, вот пусть она, знаешь, так, родится в импровизации. Пока чувствую, где-то вокруг кручусь, но вот скоро создам. И вот очень важный момент. И вот девочка должна, как ты понимаешь, вот этот момент, она должна прожить. Потому что в 12 лет, Валера, с ней случается травма. Травма такая, которая по силе удара, по силе боли вообще ни с чем не сопоставима. Я тебе хочу сказать, что вот многие женщины, которые боятся рожать, боятся рожать, они, Валера, на самом деле эту травму не прожили в 12 лет. Потому что те, кто прожили травму, не боятся рожать. Я тебе хочу сказать, что это тоже такой очень важный момент. Многие женщины, пожалуйста, прокисорите, пожалуйста, прокисорите мне. Ну что это за разговоры? Показаний нет, что у нас все сложно рядом с клинически узкими тазами. Такого не бывает. Отказываются рожать. Почему ты, милая моя? Я боюсь, а я боюсь, а вдруг чего? Или эту большую эпидуралочку. Эпидуралочку ставим, эту анестезию, вот эту вот спинномозговую. Ну что мы ставим, чтобы вот отключился этот полный, вот вообще половина тела отключилась. Что там происходит, как, кто рожает, никто не знает. Это не дело. Психоаналитик, кстати, должен помогать женщинам рожать. Это очень важно. Психоаналитика тоже должен быть хороший опыт. Это тоже вот, это все вот, все очень важно, все очень сопоставимо. Например, приходит женщина на психоанализ и говорит, допустим, вы знаете, я готовлюсь к естественным родам. Ну я слушаю, понимаю, что я все прекрасно понимаю. потому что у меня в моем собственном опыте не было ни одной инъекции вообще то есть я знаю что такое нормальные здоровые естественные роды в радости и ваш этот момент он очень важный а то что происходит когда нет радости я это все насмотрелась в институте я рассмотрелась это в ординатуре я рассмотрелась в родильных домах то есть мне моего опыта достаточно для того чтобы понять что как происходит для чего это происходит так вот и вот эти девочки они не прожили эту травму и создается валера идея а вдруг можно что-то поменять то есть а вдруг у меня есть та самая сила которой я могу воспользоваться и на самом деле я этим управляю и вот эта фантазия она остается на долгие времена она может быть ты знаешь даже 3 даже 4 года потом конечно все это уходит потом природа все равно берет свое но в таком моменте очень хорошо помогает психоанализ то есть когда такая девушка молодая приходит и проживает проживает свою мышь проживает свою свое признание того кто есть она то ей конечно же становится очень легко очень легко вообще я тебе еще расскажу я тебе уже говорила что мы с виктором ивановичем напишем первое руководство и это будет первое руководство в мире мы пишем и валера у нас задача стоит серьезная создать прекрасное руководство для женщин то есть наконец-то появится руководство которое покажет что происходит с женщиной все что сейчас написано все это про мужчин там нет вообще ни единого слова про женщину и когда мужчины психоаналитики или там допустим там не психоаналитики описывают знаешь клинические случаи с женщиной валера это все про мужчин потому что смотришь а там один сплошной контр перенос но у нас будет все это в руководстве это очень важно я вот на месте вот тех людей которые этим интересуются просто будут первым делом эту книгу купила как только она появится мы дадим знать с нетерпением ждем книгу я думаю что благодаря этой книге и мужчины тоже будут более счастливыми до валера потому что мужчины будут всегда чувствовать огонь и на не будет так сказать направлен очень тяжелая артиллерия пока женщина не поймет что мужчину нужно не добивать не бить не уничтожать играть спасибо тебе за ответы на вопросы было безумно интересно я предлагаю встретиться через час у нас еще остались интересные вопросы и тогда обсудим уже дальше да хорошо валера я жду с нетерпением наши с тобой встречи спасибо или до встречи до встречи